ребятки посмотрите какие цены компактный nissan ноут 800000 спортивный subaru leorg миллион триста еще семейный вариант honda step wagon миллион девятьсот эти и сотни других автомобилей из японии и южной кореи доступны к заказу у наших друзей из японии трейд да с которыми снимали выпуск во владивостоке он обошелся 540 тысяч рублей вот это 540 540 а еще ребята сами снимают годный контент из японии для своего youtube канала все полезные ссылки в описании обзор поехали ребятки hello как говорится сегодня у нас необычный обзор потому что посмотрим с вами самый странный отель в мире название этого отеля с японского так и приводится странный отель а еще это первый в мире отель где почти всю работу делают роботы ну по крайней мере раньше делали потому что сейчас ситуация немножко изменилась и не просто так расскажем что к чему по порядку обо всем мы находимся в городе фукуоко небольшой городок на побережье нам нужно добраться до вокзала от вокзала два часа на поезде там небольшой курорт и на этом курорте находится этот отель вызываем такси так нам нужно на ту сторону перейти движение левостороннее хотел туда поехать нам нужно туда переходим вызываем такси едем на вокзал и смотрим странный отель обзор поехали надо встать в тенечек вызвать такси очень жарко вот летом япония это сейчас влажность еще придет и будет так как катя рассказывала подвините вы пишете что 30 градусов сейчас в москве сейчас там 32 прям апокалипсис у нас 32 это холодно к нам едет toyota комфорт три минуты о подъезжает уже вообще ищешь вот любую тень чем дальше к середине лета тем вот его даже столб вот так встаешь и как тут полегче потому что солнце прям припекает в японии начинается сезон зонтиков не потому что дождь а потому что как раз солнце японии быть загорелым смуглым считается не очень как и в корее поэтому они стараются прятаться ну кто не знал от солнца чтобы лишний раз искать не загорать чтобы кожа была максимально белая типичное такси нас ждет сам популярный автомобиль это газ у него да на газу угол баллон вон панометр а а и лишь телефон телефон окей окей аркет а кота стихом яска кота стейшен нормально что вы знаете о кастомных подставках для смартфона смотрите вот туда вот более того все это укрепили полотенчиком чтобы не болталась поездка обошлась нам 600 йен 5 минут обычно три уровня такси три вида так сказать автомобили это стандарт потом идет комфорт кстати вот типа комфорт черная toyota гибрид и есть еще прям совсем люкс типа альфарда вот наше такси эта машинка помоднее помоднее парик сдвижная дверь большой багажник эта машина специально создана для такси вот для работы такси она не продается обычным людям обычных салонах большой задний диван ровный пол ручки держаться водительское место тоже сделано с учетом всех пожеланий водителей ну и габариты машины очень удобные и погрузка и выход заход сдвижная дверь железнодорожных компаний в японии несколько то есть если у нас там ржд один сайт единый билетом для всех поездов но еще электрички есть да но здесь конкретно железнодорожных компаний 5 или 6 и у них 5 или 6 разных сайтов то есть на сайте jr вот стандартно japan railways нельзя купить билет на поезд на которым поедем сегодня потому что это подразделение этого региона компании jr и нужно заходить на специальный сайт там другой интерфейс оплачивать по-своему и электронный билет не работает нужно прийти и забрать билет получить и только тогда мы сможем сесть в поезд быстренько купить билеты быстренько уехать иногда не получается английский резерв висит резерв тикист так хорошо и номер нужно брони ввести а кредитку ввести с которым вы покупали а если и нет с другой ну такой же бывает ладно ставил интересно это прям развивается знание постоянно вот эти вот японские технологии довольно странно кстати местами японский тихо скотч чувак скотч это универсальная мировая технология железячку такую специальную скотча приклеили к железячке приклеили палочку это сделано раз два три и два еще поперек и тут еще такой один кусочек твои любимый конфетки смотри будешь брать желешечка ради возьмем и нормально еще протеин есть вот я так бы не пробовал и протеин она везде говорят на английском даже в магазинах это типа наши пятерочки давай выйдем логистику небольшую проведем сейчас тебе рекламная пауза 55 секунд сейчас все сделаем и продолжим реверки вашему вниманию смартфон с зарядкой 240 ватт смартфон с итальянским дизайном еще один аппарат с камерой 200 мегапикселей а также наушники со студийным звуком смотрим новинки real me вот это real me gt3 ну вы уже в курсе зарядка 240 ватт но смартфоны представлены вот только что это real me 11 pro а также 11 pro plus над дизайном этих аппаратов работал бывший дизайнер компании gucci здесь идеально как пишут изгиб экрана 61 градус а также нижняя рамка всего 233 миллиметра третье мощная начинка вот спеке а также приятный экран 120 герц и о лет ну и конечно камера старшей модели 200 мегапикселей а также четырехкратный зум без потери качества еще real me представила новые наушники называются bats air 5 pro с динамическим басом и активным шумоподавлением до 50 децибел ну а теперь ребятчики два самых приятных момента во первых при покупке 11 pro и дарят три года подписки и зиви на кино и сериалы также по двум ссылкам в описании информация о новинках real me а также конкурс в телеграме где мы разыграем real me 11 pro рекомендуем посмотреть что к чему обзор продолжаем конфетка зачет ребяшки спасибо что посмотрели специально ссылка внизу мы готовы идем отличная конфетка к чё все добыть не может добыть такого не может мы впервые в жизни прошли нормально через японские турникеты я пошел ага ух ты нет что-то не там хорошо пока хорошо соник стоит тот самый соник электричка едет вот это раритет вот сколько этому поезду лет как вы думаете выглядит круто все равно лет мне кажется 30 а вот еще один лет пятьдесят его мне кажется спать и на утюг похож это поезд бмв посмотри-ка вот точно green card значит бизнес-класс или первый класс там есть лаунж зона вот смотрите это общая зона можно сесть можно смотреть в кабины машиниста как машинист управляет поездом и мы так и делали ехали смотрели чем многообразие японских поездов их так много много разных же д компаний у многих компаний свои виды поездов и не все интересные это вот первый это второй есть шинкансен как вы знаете шинкансенов только в японии ходит 7 видов разных и у нас тоже другой поезд будет короче если вы любитель поездов япония тот место где можно коллекцию целую впечатление по поездам создать 7 минут нас есть можно зайти в каждом поезде свои лаунж заходила научен да был опыта в каждом поезде свои лаунж зону видео тут фонарики такие скамеечки вот здесь вот такое вот место постоять посмотреть это эконом ну такой эконом честно говоря крутой никого нет почти никого нет кожаные сиденья free вай-фай и самое классное смотрите многие уже видели но это в каждом японском поезде такое если эти компашка есть четыре человека поворачивайте сюда и можно ехать нифига тут люкс какой посмотри и порядок кстати порядок какой на платформе вот японцы стоят ждут поезд это нарисовано не просто так они реально стоят вон так вот вот какой-то паровозик смотри какой смешной похож на это лада надежда была такая помните машину прям похож это не наш случайно кстати чувак да наш поезд и хочу мы ходим какой-то он старый на картинке был другой оранжевый пять минут до отправления вот оранжевая часть оранжевая часть вот она в одном поезде два разных поезда тут тоже эконом а и вагон эконома состоит из эконома и бизнес-класса из двух частей мы как попали в какую-то британскую телефонную будку даже в этом вагоне два вида еще сидений кресел бабушки приехал на дачу клёвый столик есть кармашек ухоженный и подстаканник и подножечко правда не вижу розеток розеток не видно пахнет старым комодом кайф такая обивка а тут такая а тут а здесь еще четыре разных обивки представляете в вагоне четыре вот заморочились так или проверяет ребешки едем два часа в пути максимально комфортный вагон только нет розеток если мне что-то интересное еще расскажем садись ребешки прибыли многие из вас наверняка обратили внимание на знакомые мотивы но кто был в европе вот на это на цвет этого поезда а также на эту архитектуру место в котором мы находимся в котором мы находимся название вот этого я пока еще пытаюсь его правильно произнести хаустемболс 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 это вот он перед нами вот это начинается это крупнейший в японии тематический парк который представляет собой нидерланды в миниатюре поэтому так много народу это все туристы сегодня суббота многие приезжают сюда на выходные погулять он каких-то огромных размеров этот парк посмотри 13 минут пешком до нашего отеля сейчас я загуглю куда идти ребятки еще одна рекламная пауза знаете сколько стоит сюда доехать и продолжаем 55 секунд или даже меньше спасибо большое ребятки ненадолго вернемся в россию потому что у нас тоже есть что посмотреть самая низкая него паровой мотоцикл самый быстрый самокат ну и конечно робот дуняша а пока выберите на экране развлечения но если серьезно кто действительно радует технологическим достижениями так это мегафон их сотовая сеть снова лучшая стране чтобы оценить покрытие мобильных сетей эксперт из укла да та самая программа спид тест проанализировали более трех миллиардов замеров с двух миллионов устройств мегафон признан лидером по этому показателю второй год подряд по скорости мобильного интернета тоже лучше показатели среднем по стране 30 мегабит секунд на скачивание и 10 мегабит на загрузку ну и если интересно все точные цифры и результаты исследования по ссылке в описании продолжаем alright inside окей окей ариго то в общем можно по мкаду объехать можно через парк пройти ну парк интересно посмотреть hello 5000 стоит на один день яс перфект айс я теньки самоч ваш билетик и теньки ухо-хоу да тут отдельный обзор можно делать только про этот парк и аргат аригот аригошки ну и местечко тут правда можно запилить отдельный обзор ну вот карта того что здесь есть и в каком объеме это два дня минимум то есть люди приезжают сюда в субботу ночуют в отеле и вот два дня у них программы по всяким развлечениям на лодочке катаются на велосипеде гоняют ходят по ресторанам парк открылся 25 марта 1992 года переводит название означает домик деревне это название королевской нидерландской резиденции которая собственно тоже находится в нидерландах одной из резиденции находится кстати рядом с гагой пишут что в этом парке представлены отели виллы театры музеи магазины рестораны и много что еще все сделано в традиционном нидерландском стиле парк построили в этом месте потому что недалеко отсюда голландцы свое время открыли первое в японии торговое представительство и повторимся на территории парка много разных отелей есть попроще есть вот побогаче вот там это все от отеля все эти здания которые окружают это все отели и также повторимся несколько лет назад на территории этого парка открылся первый в мире роботизирован отель называется хэнна что переводе с японского странный отель давайте дойдем до отеля заселимся и расскажем что к чему пойдем на речке плюс 30 чемодан с аппаратурой прошли километр уперлись забор тут кажется диплайн есть можно вот скатиться обратно я пошел указателей нет вот отличная дыра в заборе паутина тут чувак все заросло нафиг паук еще какой-нибудь тут местный она наш отель интересно необычно то есть это не отдельное здание это блоки стоят такие где ресепшн ухты что это штукаин таки h2 ван да это водородный генератор представляете покажи тошибовский тошибовский так процесс идёт симпотно то есть вот смотрите покажи пожалуйста чуть повыше это наш отель вот такой стилетик и сделан а это обычный классический отель здание отдельно стоящие номера ресепшн ну многие из нас знакомы с этим форматом людей пока не видно ну кроме тех кто тут живет перед тем как зайдем на ресепшн и посмотрим весь magic действий несколько важных слов об этом отеле повторимся это первый отель этой сети который называется хэнна может это ударение неправильно ставлю переводе с японского означает странный отель конкретно этот отель открыт в июле 2015 года изначально внимание его обслуживали 186 роботов отель вошел в книгу рекордов гиннеса как первой в мире гостиницы в которой почти весь персонал составляют роботы что писали когда отель открылся в новостях в газетах и по телеку показывали на ресепшн и гостей встречают роботы женщины и динозавр но динозавр видимо имеет отношение там вот парк типа юрского периода есть в этом тематическом парке поэтому там динозавра поставили также в этом отеле когда он открылся роль консьержа тоже исполнял робот в номер вас проводил робот насильщик есть камера хранения где вещи принимают и складируют моторизированный робо рука двери номеров открываются по системе распознавания лиц в каждой комнате есть отдельный обслуживающий робот который узнает для вас прогноз погоды разбудит в нужное время а также выключить свет также в каждом номере стояли lg стайлеры это вот такая вот штуковина планировалось даже когда открывали этот отель запустить доставку еды дронами из соседнего ресторана однако однако дальше что-то не то что пошло не так ну хотя вот так оно есть что-то пошло не так уже через четыре года в 2019 году в хенна объявили что намерены сократить штат роботов более чем вдвое the wall street journal писали что эксперимент по снижению расходов и нагрузки на персонал собственно для чего и нанимали так сказать роботов этот эксперимент к сожалению провалился многие роботы ломались также были немножко назойливыми конечно жалко что мы не сделали обзор этого отеля в 2015 году когда тут все было в роботах 200 роботов почти да но сейчас кое-что тоже интересно осталось ресепшн наконец-то пойдем посмотрим слушай классные тапки на такие же купить во ну это такое какой-то стиле юный техник первый неработающий робот замечен камера хранения еще один какой-то аппаратик стоит вот 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 это уже вот это и да неплохо короче не старались максимум рутинных делу отдать его к роботам даже стойку сделать не человек выдает какой-то там консьерж да вот стойка денежку кидаете зонтик выезжает money changer да то есть все возможные автоматы которых в мире в японии существует они сюда впихнули о чё смотри я вот это видео на картину смотри вот это прикольно то есть с детьми сюда приехать о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о это проекционки видно вот на камере это экран вот видите это проекционный экран вот отсюда сейчас видно вот он это кто смотри слушай только ради этого стоило сюда приехать руки он как ноги там руки все а людей ты нет правда то есть никого на ресепшен вообще нигде нет это гости это гости и там люди сидят пока что мы не видели ни одного сотрудника все это было слышал что это было за звук adjust the position что там происходит и пока что мы все делаем действительно в автоматическом режиме и вот и ключ вот и вся информация комната номер 2020 классно слушай сработало а ты чё молчишь сказала бы чего а чё я ничего я чего я вообще тут сижу 15 года никого не трогай да пока что следующий этап оставить багаж у нас есть вот такая вот робокомната 500 стоит иен обычно в отеле можно бесплатно это все дело оставить так он достал коробку не быстро все это конечно да даже чем она не буду оставлять я вот воду никто еще не хранил воду так задорого пустую бутылку к тому же уронит или не уронит опять же сейчас так сказать многоуважаемый диванный эксперт она пишет что до робот кука таким уже сто лет в обед все правда на всех заводах такие стоят особенно автомобильных йоу спасибо помахал даже видишь давай глянем что-то еще есть интересного магазинчик о магазин самообслуживание между прочим но опять же да у нас даже пятерочки сейчас уже есть но это открылось 2015 году продавца нет подходите оплачиваете картой сканируете и выходите тоже не новость но опять же это восемь лет назад уже работала 280 вот она распознавание лица инфеста камера до откроет нормально так ну как ушли пришли вау реально работает ну-ка подойди ты смотри смотри туда опа есть такое четко четко а по фотке интересно я не работает тут есть номера маленькие а есть побольше у тебя дрищевый самый халатик подушечки пульта телека это пульт светом такого тоже вида правда кого-то 2015 года есть технологичный чайник 600 рублей на распродаже есть сейф есть холодильник которым вот очень удобно пользоваться назовем это так ничего нет пусто в номере даже умного помощника убрали то есть количество роботов минимизировали ванная ванна и ванна и вообще обычная самая простая недорогая умный унитаз ну во всех отелях почти в японии стоит даже крышка не открывается а мы видали и случай когда сама открывалась когда заходишь колюшки трон открылся сам зашел вот так и привет сразу открылся отель этот недорогой стоит сказать это очень важно прям очень недорогой люди приезжают сюда переночевать и пойти в парк погулять прям мой посмотрим у меня в другом здании может очень интересно будет до левостороннее движение простите виноваты смотри тут как-то все по-другому уже побогаче есть тут прачечная ура это самое нужное место в отеле ну тоже не самое технологичное естественно когда она отжимает что происходит снова освежитель воздуха в котором естественно редко кто менять фильтры был неправ фильтр чистый обычно пыли на нем куча на этом или нет ванная кстати вот японская ванна хотели вам показать обратите внимание это душевая кабинка то есть вы заходите вот так вот и моетесь вот прям вот так вот все здесь поливаете нет никакой перегородки и шторки ничего нет это все вот заливается зеркало стены все можно мочить все заливается водой но это быстро все потом стекает туда и очень быстро высыхать самое интересное естественно вот здесь я ничего интересного туалет тапки явно не моего размера примерно размеров на 6 меньше умный унитаз а это что-то вот такого я ни разу не видел а зачем это руки мы тут пальцы можно помочь максимум но никак не руки кстати вот так вот я тут все нафиг залью а мыло тогда почему нет раз умывальник есть это еще что это комната в традиционном японском стиле то есть вот весь матрасик есть вот такой вот стол тоже для делать как тут можно с ноутбуком поработать вот здесь поработать как где нигде не как шкаф вы сюда залезть холодильник находит на нормальной высоте есть у нас балкон чуть такой противопожарная какая штука это лестница это самое интересное что мы тут видели там крюк а это лестница я не представляю вот это вот все куда куда надо крюк прицепить вот крюк цепляется сюда вот этот крюк два крюка блин это все в каких-то экстремальных там не дай бог условиях с менеджерить все разобраться в этом во всем это займет минут 20 точно проще спрыгнуть вон так то там трава внизу но по нормам должно такое быть ну вот так вот если что-то интересное будем рассказывать на gopro увидимся и и Ребятки, пора спать. Увидимся утром. Да, что-то. Да, ел. О! Звук. Слышал? Ребятки, hello, как говорится. Ты выспался? Нормально? Я вот вам что скажу, значит, ребятки. Я вчера засыпал. Вот вид, лес, вот эти вот холмы прекрасные, японские. Красотища. Птички там как-то чирикали. Все было красиво. Но, ребятки, спать с окнами на парк развлечений, это, конечно, особенно в выходные дни, это, конечно, так себе опыт. Потому что с 8 утра играла музыка, бегали дети и зиплайн начал работать нон-стоп. Вот этот вжик-вжик. Естественно, я окно не закрывал, потому что хочется свежего воздуха. А в 8 утра по местному, это, ну вот да, это 2 часа ночи по Москве. Естественно, мы недавно приехали и как-то еще живем более-менее по своему графику, по своему времени. Но это уже как бы наши проблемы, что называется. Другой интересный момент, ребятки, это стоимость всего этого мероприятия в привязке к номеру. К номеру. Сейчас пока оставим как бы все эти робо-штучки. Значит, номер Кирилла стоил 17700. Мой стоил, помните, да, как выглядит? 29500. Почти в два раз дороже. И при этом несколько нюансов. Значит, пока весь мир, Икея там и там, Аскона, неважно, придумывает Кин Койл, да, вот придумывает крутые матрасы. Толстенные, удобные, дышащие, с вентиляцией, какие угодно. Японцы предлагают номер в два раз дороже вот с таким вот матрасом. Просто кусок какого-то, ну не резинного, вот чего-то похожего, которого вообще не вентилируется. Ночью просыпаешься весь сырой, потому что жарко на нем спать на этом матрасе. И снизу там еще деревянная вот эта вот ровная штука. И при этом стоит, напомню, почти в два раз дороже. Затем, это еще не все, далеко не все. Подушка. Вот это вот японская подушка в премиум номере. Как ей пользоваться, я понятия не имею. Полночи там пытался что-то застроить, то ли на этом спать, вот на этой вот ребристой штуке. В итоге я ее развернул как бы ребристой штукой в ту сторону и спал просто на подушке. Дальше, внимание, это вообще хит вечера был. Я вот не стал уже там снимать, но поверьте на слово, это одеяло с простыней. Вернее, одеяло плюс простыня. Это одна цельная сущность. Представляешь? У тебя так же было? Серьезно? Значит, там верхняя часть одеяла соединена с нижней частью простыни. И вот примерно треть вот этой конструкции, вот где вот ноги. Вам нужно ноги туда засунуть. Вы как в конвертике спите. Это так неудобно. Еще на этом резиновом матрасе с этой подушкой. И в 8 утра вот это вот началась музыка и вот этот зиплайн. Давайте, ребятки, воду нашу заберем. У нас вода там еще стоит. Ты помнишь вообще? Пойдем заберем. Ну вот про парк, конечно, стоит сказать отдельно. Потому что мы вчера вечерком прогулялись буквально там 20 минут, посмотреть что к чему. Билеты все-таки купили, а не на весь день чего билетом пропадать. Парк классный. Но большее впечатление положительное создают сами японцы. Они ведут себя так культурно, так приятно, так тихо. Хотя там и пиво продается, и алкоголь, и все. Вот как в музеи ходишь, только в парке в плане культуры. Смотри, людей нет. Кстати, тут еще есть автоматический бар. Сейчас выключены, правда. Значит, это все ингредиенты. А блин, они планшет убрали, да? Тут стоял планшет. Вам робот готовит вот все вот эти вот коктейли. Любые. То есть человека здесь нет. Это полностью робобар. Тут народу куча была вечера. Мы вчера ходили, все эти шоу показывали. Людей очень много. Детей особенно. С детьми сюда приезжали, детям все это показывают. А, вот самое-то интересное. Смотрите, вот этот вот шкаф. Это, ребятушки, геймерский шкаф. Это все экраны. Вот это все. Заходите туда, платите монетку, вот там вот денежку. И после этого там вот такие вот игры начинаются. В этом шкафу караоке, а есть игры. Вот. Какие-то метеориты падают. Карты есть какие-то. Ну и какие-то ходилки, бродилки. Вот эти экраны все становятся активными. Мы бы поиграли, но нам уже просто на поезд пора. Пойдем чекаут делать. Девушка, здрасте. Нам бы чекаут сделать. А вот, чекаут. Спасибо. Все. Чекаут закончил, собственно. А, ну вот, какие-то разговоры пошли. Мне там зубы даже видно. Рекинь? Блин, вот глаза как настоящие, ты посмотри. Рекинь. Спасибо. Спасибо. Что провалилось. Потому что с 2015 года они хотели тут заменить часть человеческих рабочих мест роботами. Но, сами понимаете, пока нет таких роботов, которым бы люди настолько доверяли, и они бы работали настолько автономно, эффективно и беспроблемно. Поэтому в качестве фана многие вещи оставили. И это до сих пор и будет еще, мне кажется, на долгие годы, а дальше, наверное, будет как-то увеличиваться, нарастать. Это главная фишка этого отеля. То есть, люди действительно приезжают именно в этот отель с детьми, чтобы посмотреть на все вот эти штуки. Конечно, по приколу какие-то базовые истории, там ничего особенного на самом деле. То есть, эти роботы уже много где есть, но все равно людям это интересно. И, как мы знаем, судя по вот этим, вот этим и вот таким вот видео, это все дело будет разрастаться, увеличиваться и, так сказать, более качественно работать в разных направлениях. Так что, первый в мире. Ну, прикольно же. Ждем ваши комментарии. Отель Хенна. Привет из Японии. Увидимся, пока.